К сожалению, начальник гор Зелентреста не отвечает на телефоны, хотя вчера он подтвердил свое участие в пресс-конференции, сказал, что будет и ответит на все резонансные вопросы. К сожалению, сегодня, вот буквально в течение часа пытаемся его набрать, его мобильный телефон не отвечает. Я думаю, что, ну, в принципе, это неправильно, во всяком случае. Но, опять-таки, комментировать его поведение мы не можем, мы только констатируем те факты, которые есть. В частности, Валерий Борисович позже добавит, о той ситуации, которая сложилась в нашем городе, и те вопросы, которые существуют у общественников, у журналистов касательно вырубки и подрезки деревьев в нашем городе. Хотел бы начать с резонансных вопросов. Это, конечно же, Аркадия и Магнолия. Мы видим, что на протяжении 15 дней Нового года было уничтожено более 500 деревьев. Фактически, это был нанесен удар по легким нашего города. И, конечно же, было заявление от города о том, что получены средства на то, чтобы компенсировать эти затраты, что будут высаживаться деревья. Из-за этого мы бы хотели отдельным письмом направить на губернатора нашего области и на исполняющего обязанности мэра Брендака с вопросом, сколько же будет высажено деревьев. Потому что мы видим, что было уничтожено больше 500 деревьев, а, как обычно, нам покажут 10-15 деревьев, которые высаживают чиновники, а о том уроне, который есть, никто и не вспомнит. Из-за этого, считаем, немаловажным контролировать вопрос, сколько будет высажено деревьев и какая их вообще будет взаимозаменяемость того, что вырубали. И второй вопрос очень резонансный касательно подрезки деревьев, которые ведется уже на протяжении трех месяцев. Не зря мы говорили о том, что да, в городе существует проблема с аварийными деревьями. Мы помним резонансный случай, когда на девочку на Приморском бульваре упала ветка. После этого гор Зелентрест массово начал резать деревья, где можно и не можно. Мы видели фактически уничтоженный французский бульвар. Мы видели уничтоженный ряд улиц, которые в центре города находятся. И сейчас таким же способом начали уничтожать Адмиральский проспект. Замечу, что там люди не гуляют по Адмиральскому проспекту, а эти деревья высажены параллельно дороге. Плюс там деревья платаны, которые могут, вообще их срок, да, такой жизнедеятельности иногда достигают тысячи-двух тысячи лет. У нас же не в городе по 100-200 лет, а их вырубают, вырезают, причем видно молодые деревья. Мы обращались на кафедру, которая есть в Мечниково, с вопросом прокомментировать, как вообще такая подрезка ведется. И нам сказали, что если деревья не привыкли к такой подрезке, то многие из них на следующий год могут уже и не дать, не то чтобы плоды, не дать побеги. И фактически эти деревья нужно будет уничтожать, потому что такая зверская подрезка для деревьев просто непривычна. И нужно задать вопрос, да, Горзелинтресту, кто им посоветовал таким методом, мы знаем же на протяжении последних 20 лет уж точно, никто такую подрезку не вел. Ни при временах Гурвица, ни при временах Бадалана, почему такая подрезка началась вести именно сейчас, и почему затронулись такие улицы, как, например, Французский бульвар и Адмиральский проспект, которые по генплану, да, планируется расширить. Следовательно, либо это уже, знаете, долгосрочная перспектива, чтобы расширить эти улицы, либо это просто-напросто халатность чиновников. Из-за этого было бы очень интересно получить на эти вопросы ответы. К сожалению, нет представителей Горзелинтреста, из-за этого мы будем пытаться уже заочно, как письмо, обращение и получить эти ответы. На данный момент я хочу передать слово Валерию Борисовичу Осипову, который, как представитель общественного совета при губернаторе, как и видный эколог в нашем городе и области, прокомментирует эту ситуацию, да и ряд других экологических, которые сложились в нашем городе и области. Спасибо большое. За что спасибо? Я хотел бы начать с того, что 2013 год президентом Украины был объявлен годом экологии. Самое интересное, есть такая пословица, как начнешь год, так он и закончится. 2013 год начался с массового уничтожения деревьев в нашем городе. 84 дерева было уничтожено возле гостиницы Аркадия и гостиницы Зимний. Год закончился, и мы узнали о том, что у нас уничтожено еще в Аркадии сотня деревьев, узнали о том, что уничтожают дерево Магнолии и так далее. Но я бы хотел остановиться не на этих пока проблемах, не на уничтоженных деревьях, а на той системе, которая у нас сегодня сложилась в городе. Я говорю о системе не сбережения зеленых насаждений, а о системе уничтожения зеленых насаждений в городе. Я приведу вам примеры, уничтожая деревья по улице Гастелло, по Терешковой, в парках, в парке Шевченко, в парке Победы, на улице Шевченко. Можно приводить десятки примеров, и самая-то беда, когда пишешь письма ответственным чиновникам, просим сообщить о принятых мерах, то получали всегда, всегда получали интересный ответ. Дело было вечером, дело было ночью, виновников мы не нашли. Один из примеров таких вопиющих, диких, председатель Союза журналистов, Работин Юрий Анатольевич, находился утром на Гагаинском плато и сделал фотографии. Более 50 деревьев было уничтожено. Я лично передал фотографии мэра города, господину Костасеву, который пообещал, что лично разберется с этим фактом и будет принята мера. Мне затем ответили, что действительно факт был, но, увы, виновников не нашли. И вот самое-то интересное получается, там, где эти деревья стоят, идет стройка. Чья стройка? Такого-то предприятия. Здесь уничтожаются деревья на Гастево. 30 деревьев уничтожили. Ну, не могут найти кто, но там, рядышком стоит автозаправка. Здесь уничтожаются деревья на Шевченко. Что собирается делать? Собирается поставить щит. Далее. На улице Балковской стоит громадный 12-метровый борт, на котором написано «Проведем диспансеризацию детей в области». И внизу фамилия, известная вам. Так сказать, напротив, вот здесь он садил на Шевченко 4. Для того, чтобы было видно, как он работает, было уничтожено 8 деревьев. Чтобы было видно эту надпись, этот борт. Можно приводить еще десятки примеров. Но опять-таки я хотел бы вам сказать, как говорил Казмай Прутков, «Зри в корень». В городе есть программа, которая называется, дословно читаю, «Программа развития, сохранения и обновления зеленых сосуждений города Одессы». Но, увы, программа на сегодняшний день не действует. И беда в чем? Беда в том, что у нас на сегодняшний день, это, видимо, единственный город в Украине, в котором не проведена инвентаризация зеленых сосуждений. Вот если бы это было проведено, то было бы понятно, что вот здесь находятся такие-то деревья, здесь высохшие деревья, здесь нужно менять деревья. Увы, такой программы в городе у нас нет. Вот, так сказать, вам для затравки. Я готов отвечать на ваши вопросы. Есть вопросы, пожалуйста, мы с радостью ответим, которые вас интересуют. Прошу, пожалуйста, журналистов. И хотелось бы единственное добавить по ситуации, опять-таки, очень показательная реакция. Горзилин Трест, если вчера до рассылки, да, была готовность принять участие, в частности, Валерий Борисович, да, подтвердили участие в пресс-конференции, то сегодня почему-то отказались, опять-таки, неясно готовность вообще быть, участвовать в пресс-конференциях, отвечать общественности на резонансные вопросы. И самый главный вопрос, опять, заключается в том, сколько деревьев уничтожено за прошлый год, да. Мы же не один раз с МИИ всхолыхали вопросы, то, что вырубили 50 деревьев, 40. Фактически, мы посчитали, более тысячи деревьев было уничтожено. Нам пообещали высадить на французском бульваре новые деревья. Вы видите, чтобы кто-то высаживал? Нет. Будет весна, мы этот вопрос хотели бы поднять. Нам пообещали, что вместо тех 90 деревьев, которые вырубали, да, сухих, сказали, что посадят заново. Да, никто не высаживает. Должна быть какая-то ответственность чиновников за то, что они делают. У нас же, получается, совершенно нет ответственности не только чиновников, но и руководителей области и города в том, что происходит у нас сейчас. Если раньше у нас был хотя бы Алексей Алексеевич Костучев, у которого можно было хоть что-то спросить, то на данный момент вообще нет людей, которые ответственны за ситуацию, к сожалению. И сейчас бы хотелось бы отдельно обратиться к исполняющему обязанности мэра, да, о том, чтобы навели порядок в этой отрасли. Потому что ситуация с вырубленными деревьями беспокоит одесситов. И мы видим, что склоны уже ни один год не омолажатся. Мы помним, да, в советские годы постоянно весной, субботники, сотня тысячи деревьев высаживают новых. Сейчас этого не происходит. Задайтесь вопросом, почему. А потому что склоны в будущем будут что делать? Застраиваться. Конечно, никто об этом не говорит. Но уже есть решение суда, есть уже отведенные акты земельные. Об этом мы будем говорить уже весной, потому что мы получили бумаги. Но хотелось бы сейчас, на данный момент, поднять именно этот вопрос о ситуации с деревьями и получить ответ как от губернатора, я думаю, так и от исполняющими обязанностями мэра. Мы уже направили письмо в прокуратуру по поводу магнолии. Там, кстати, уничтожено 600 деревьев. В магнолии? В магнолии. Ого, 600 деревьев, только в одной магнолии. И, насколько мне известно, по данным института биологии, в этом санатории 30 видов ценных пород деревьев. Ну вот. 30 видов. То есть, это вообще, так сказать, вопиющая, вопиющая, это вандализм. Такого в городе еще не было. И мы понимаем, что вы знаете, что вырубить сухое дерево во дворе, например, на той же Молдаванке, люди иногда месяцами и годами ходят в ЖЭК и добиваются от гор Зелентреста снести аварийное дерево. Потому что просто так его срубить нельзя. Штраф от 2 до 5 тысяч гривен. А здесь мы видим, как сотнями деревья вырубывают и органы, которые должны за этим контролировать, как гор Зелентрест и управление экологией, которое есть у нас в области, фактически не существует. Хотелось бы задать вопрос, зачем они тогда действуют на территории нашего города и области, если они не контролируют эти процессы. Ну и еще одна такая небольшая реплика. В прошлом году депутатом Одесского городского совета Юрием Куруком была внесена поправка в бюджет развития города 2 миллиона гривен на удаление аварийных и опасных деревьев. Вот интересно, как эти 2 миллиона были использованы. Нам бы тоже хотелось бы знать. Если есть вопросы у журналистов, мы с радостью ответим. Если нет, тогда мы можем вам оставить телефон начальника гор Зелентреста, если вам будет интересно. И созвониться, чтобы вы сами попробовали в частном порядке дозвониться и спросить, во-первых, почему он не присутствовал на пресс-конференции, хотя пообещал вчера быть. И вообще его реакция на то, что происходит в городе. Может быть, он отдельную пресс-конференцию соберет и ответит тогда. Да, есть вопрос? Не берет руку, он не присутствует. Вот это тоже вам очень показательно получается. Когда человек дает согласие принимать участие в пресс-конференции, а на следующее утро... Ну, может быть, у нас в городе все хорошо с зелеными наслаждениями. Ну, я вам скажу одно. Если по европейским меркам на каждого жителя, на квадратный метр приходится 20, на жителя 20 деревьев, то в нашей Одессе 10, 10 квадратных метров на каждого жителя приходится зеленых деревьев. Ну, я думаю, с каждым годом все меньше и меньше становится. Мы видим, почему идет застройка. Да, есть еще вопрос? Пожалуйста, да. Сергей Дипров, из здания Домска. В последнее время деревьев практикуют подрезку. Да. Иногда эта подрезка выглядит как действительно нужная и необходимая деятельность. Иногда как уничтожение неперепитывания деревьев. Как специалисты, что вы по этому поводу скажете? Действительно ли это можно для деревьев? Значит, я хочу вам сказать следующее. Насколько я понимаю, такая обрезка неправильная. Почему я говорю? Если зелентрест и комиссия посчитала, что данные деревья действительно уже устарели, выслужили свой срок, то нужно было удалять эти деревья полностью, выкорчевывать, делать одну работу за один раз, а не уничтожить дерево вот так вот под линеечку. Ну, что я вам скажу, значит. Посмотрим, что будет на будущий год. Я уверен, что на будущий год эти деревья могут не жить и будут так же стоять и уродовать наш город. Спасибо. Да, еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Что конкретно по пунктам нужно, чтобы эти деревья не вырубали? По пунктам. Давайте вы. По пунктам. Для того, чтобы... Вот я начинал с того, значит, нам необходимо первое, в городе провести инвентаризацию. Кто вообще-то должен заниматься инвентаризацией? Все обычно кивают, значит, это должен делать зелентрест. И вообще, значит, есть такая пословица, кто виноват? Ну, извините за разображение, кто всрався, да? Не виска. Вот. То в данной ситуации все кричат, за все отвечает зелентрест. Да нет, дорогие мои. Зелентрест отвечает. Я, видите, я ругал зелентрест, а сейчас защищаю. Зелентрест отвечает за парки, за скверы, то есть за те зоны, которые, так сказать, ему подчинены. За остальные же есть частный сектор. Вот вы посадили, так сказать, там... А дороги? Дуб, подождите, посадили дуб. А потом ваш этот дуб начинает падать. И вы кричите, зелентрест, помогите. Да нет, зелентрест не будет вам помогать. Берите, значит, приходите к нему, делайте заявку, платите там определенную сумму за снос этого дерева. Это два. Третье. ОСМД обязана делать инвентаризацию. И те предприятия, на которых растут эти деревья. Вот эта система. Далее. Действительно, в городе должна быть встроенная система выполнения программы обновления и озеленения зеленых насаждений в городе. Она должна действовать. Я, насколько помню, за все предыдущие годы на эту программу вроде бы было выделено около 200 миллионов гривен. Если бы она действительно полностью была бы выполнена, то наш город был бы действительно непроходимая роща. Вот мой ответ на ваш вопрос. Продолжение следует...